Прием, как слышите? Отлично, мы курку подходит. Страшно. Общество не совсем понимает, что с такой огромной вещью, как свободы, делать. После начала спецоперации стало ясно, что свобода – это вещь важная. Но конкретно именно она потихоньку и забирается у общества. Очень быстро уходите. Субтитры создавал DimaTorzok Внутри меня очень много невысказанного, что я не могу сказать своим текстом прямым. Я общаюсь посредством авторов очень известных. Потому что меня никто не будет сажать за слово «война», которое звучит в этих стихах. «Все было бы без креста». Здесь мы находимся. Это не самолетик, это наши поводы, не роботов. Мы их искали вам. А внутри мы найдем программу. Хорошо полетел, хорошо. Мама, а в летчики примут меня? Примут. Куда они денутся? Ты же из каждого сатана душу сумеешь вывести. Мама, а правда, что будет война? И я не успею вывести. Достаточно. Вот и все. Или вот за Z-ку шваброй прямо рисуешь. Как они. Собрались всей командой, обсудили, поняли, что молчать мы не можем, не будем. Мы будем делать то, что умеем. Мы будем рассказывать. Мы будем писать. Мы будем рисовать. Груз 200 — это термин, обозначающий перевинуть трупы. Ну, то есть, когда везут трупы, нужно как-то назвать этот груз. Символ Z в стикерах в наших был использован во фразе «Груз 200». Вот этот вот символ с фронта. Таким образом мы давали контекст тому, как мы понимаем это. Эти стикеры мы какое-то время просклеивали по городу. Это было недели полторы, две. Склеили, ну, не знаю, штук 150-200. Дискредитация уже введена статья. Мы делали, да, мы чувствовали опасность. Достаточно осторожно к этому подходили. Мы сидели, пили как раз в компании PSLCH. В какой-то момент посреди ночи разъехались. Черный решил, что ему хочется продолжения банкета. Будучи навеселе под алкоголем, взял с собой стикеры, взял с собой баллончиков. И пошел до меня. Как раз разговаривали с ним по телефону. И я слышу в трубке «Здравствуйте, сержант такой-то». И звонок обрывается. После чего меня привезли в ОП-1, отдел полиции. Ничего, я говорю, мне адвоката. На что я получаю по роже просто, по-человечески. Его задачей было донести на меня одну очень простую мысль. Что адвоката не будет. Звонков не будет. Ничего не будет. Ваня – это первый мальчик в нашей семье. У нас до этого были девочки. И взяли его морпехом. Он был просто вот золотой мальчик. Ваня развивался разнопланово. Это он уже фотографируется для модельных всяких агентств. Иван Соловей. Учусь в литературной институте имени Горького. Собираю книгу рассказов. Самый умный, лучший, добрый и красивый на свете. У меня много было разных опытов. Самый яркий, наверное… …пример в Большом театре. До Нового года сделаю подарок себе. И своей девушке. Мы решили, что надо пойти туда, куда шли многие большие писатели. Это армия. В системе. С пульмета, с парашюром. За пазочкой. Найс. Найс. Ваня всем позвонил. И потом мне сказали, что они должны позвониться и попрощаться. Скорее всего, это последний звонок. Долго, полтора часа, по-моему, или два общались. Он прям на слезе. То есть, он не плачет, он прям собранный такой. Я говорю, Ванюша, покажи, что у тебя там. А это, я говорю. А это, я говорю, покажи. Он показывал мне пулемет. Он показывал, как мальчик, которым когда-то я дарила машинки в детстве. Вашими молитвами все будет хорошо. Молимся. И верим, что дело наше правое. Все уже сказано. Всем привет. Как будет, разумаешься, я бежу, напишу. И я, конечно, в него вкладывал все, что, о чем сам мечтал. Говорят, что да, Ваня груз 200. Да, вот это. Он погиб героем. Знаете, думала, я говорю, вот герой это как? Как так погиб, как герой? Это как-то кажется абсурдным. Я говорю, а мне вот как-то не хочется посмертно брата героя. Я говорю, чтобы он живой был. Понимаю, что что-то неверно. Кого мы спасаем? За что гибнут наши ребята? Да. Субтитры делал DimaTorzok Погнали! В итоге узнали, сегодня оказывается, что это хулиганство по политическим мотивам. Ну, то есть теперь светит нам не то, что светило, там, было до трех месяцев, если не ошибаюсь. А сейчас светит до пяти лет. Короче говоря, замечательный суд, чудесный, самый гуманный суд в мире. Все-таки меня положили в дурдом до месяца. Нам нужно что-то еще наказаться в дурочках, где? Это он пустам шеф. Если тебе назначат праведительные меры медицинского характера, что ли, но признают тебя виновным, но они освободят тебя от виновного наказания, по сути-то. Здесь еще вопрос, каким дурочком меня должны признать. Спасибо. Давайте 50 на 50. О, у тебя подключился видос? Я вижу зеленые советские стены. Приветики. Лучше слышно. Егор! Да, слушаю. С наступающим. Давай вкратце, что у тебя там вообще существует в больничке. Нормально нервные лежат, в том числе в этом плане. Хуйные лежат. Вы со мной? Это радует. Ну, то есть... Я же правильно понимаю, что тебя там не лечат, на тебя там просто смотрят. Меня не лечат. То есть каких-то таблетосов, всякой фигни, этого нет. Ничего вообще нет. И я бы ни в коем случае не согласился на это. Я бы сейчас, а, вам трубку забирайте, помогайте. Четыре, пять, один, шесть. Все, что может пойти не так, пойдет не так. То есть вертолет МЧС мы сегодня ждем, да? Естественно. Ну и первенно. Парни, сейчас сумку отдадим, шпильку с химией надо. Парни, сейчас сумку отдадим, шпильку с химией. У меня с папой очень сложный диалог. До того, как с Ваней произошло, мы не обсуждали. Но как только с Ваней все это произошло, мы очень горячо стали все это обсуждать. Я ехала в автобусе в институт. А зонтиком я иду. Купила жёлтый зонтик, я не подумала. Иду, а там как раз облава. Я думаю, сейчас меня возьмут с синим джинсом с жёлтым зонтиком. Это же надо, что я боюсь. Почему? Ты правильно не боишься, а ты правильно. Флаг является символом. Так же, как вот... Флаг, это флаг страны. Это флаг не страны, а государство, которое сейчас проповедует фашистские идеалы. Я не могу в войну пойти на своего собственного отца. Ну, как это? Сказать, вот я тебя ненавижу, потому что ты другого мнения. Я могу просто сказать, папа, я считаю по-другому. Всё, точка. Всё, что я могу сказать. Субтитры подогнал «Симон»